Дай почитать Стильные черно-белые иллюстрации, структуру книги. В ней три главы. Образ кота и кошки в мифах и народных верованиях, где беспроигрышный, привлекательный вариант «Бастет» и «Кошки-богини Фреи». Следующая глава «Коты и кошки в литературных произведениях», где эти милейшие, мяукающие создания, воспетые Эзопом, Лафонтеном, Крыловым, Перро, Гофманом, Киплингом, Кэролом, Булгаковым. И, наконец, последняя глава «Коты, кошки и известные писатели», где мы узнаем о пушистых любимцах Эдгара По, Твена, Тэфи, Бродского и других. Книга, тем не менее, поможет открыть и какие-то неизвестные факты, или просто мы под таким углом зрения не рассматривали литературу. Чтение это легкое, развлекательное и познавательное. Больше всего мне понравилась главка про кота Баюна и кота ученого. Неизменным спутником бога-скота, земледелия и потустороннего мира был Велес, а его неизменным спутником – кот Баюн. Мохнатое чудище, обладавшее чудодейственным голосом, слышимым за много верст. Сидит он, значит, на железном столбе и сказками людей заманивает, усыпляет, гипнотизирует, а потом съедает. Но кто не засыпал, ловил и приручал кота, того он исцелял от всех болезней. Пушкин в поэме-сказке Руслана Людмила меняет образ чудовища-убийцы. И так появляется кот ученый, который ходит по золотой цепи направо и налево. И сказке говорит, а сколько милых котков в русских колыбельных. Они баюкальщики, но все же Баюн отбаять, говорить красноречиво, и отбаюкать, нянчиться, усыплять. Теперь подумаешь, прежде чем запеть, уж ты, котенька-коток, чего ходишь без порток. 12+. Дай почитать.